вот они друзья я обещал когда приеду соленый ход то покажу что у меня здесь получилось то есть испытание и калибровка вот этого подвальчика прошла просто на ура давайте аккуратненько так не спеша чуть-чуть остановим глаз камеры вот на вот на этом вот они шиитаки видите как когда завязалось грибов много то понятно что они помельче размером то есть всегда говорю о биологической энергии блока то есть общий выход массы будет такой ну сколько есть биологической энергии у этого блока если грибов завязалось меньше то естественно они будут побольше покрупнее если их завязалось очень много то они будут вот такие мелкие но опять же таки общий выход массы получается среднем как было не сколько позволяет биологическая энергия блока фактически вот это с левой стороны стоит вот тут блоки шиитаки без температурной стимуляции а вот с этой стороны вот этот наш герой мы его заращивали в сауне там дали ему тепло дали ему высокую влажность он конечно лидер или может это из-за того что он где-то дня на три на четыре чуть чуть раньше начал пускать грибочки и не поэтому больше немного вот здесь те что находится у меня справа вот эти блоки после температурной стимуляции значит что такое температурная стимуляция при температуре плюс два градуса были помещены просто-напросто в холодильник хорошо сутки проморозились там при плюс два и распечатана снята пленка и помещены в помещении вот они так выглядят принципиально но вот этот очень такой хороший грибочки получили светленькие света ну видать природного им немножко за мало было надо было светить лампочку вот так оставили тут на человек который за этим следил он там не совсем понимает что происходит то хорошо что и так значит поддерживал здесь соответственно влажность ну и довольно таки неплохо ну конечно когда приезжаешь где-то из отпуска с таким вот вдохновением с настроением заходишь и видишь вот такую положительную картину это просто ну распирает дух в дополнение ко всему происходящему нужно отметить что особо большой разницы между теми блоками которые не поддавались температурной стимуляции вот эти и теми что поддавались температурной стимуляции я лично особо разницы не вижу и вот то непонятно что здесь вот эти блоки такие стоят это значит был эксперимент на тему рейши но я там люди ведут какой-то свой там поиск они хотели сделать маленькие блоки для рейши я вам сразу скажу это это не то не стерильная технология не вообще вот эти маленькие блоки это для рейши не подходит рейши лучше обыкновенно паковать большие мешки по 7 по 8 килограмм вот на них был очень хороший результат они хорошо держат влагу дают урожай на протяжении там полгода и вот этот маленький формат и мне подходит скорее всего что если сейчас мы попробуем их взвесить тяжеленький что-то вот плодовых тел вот они не хотят так полноценно завязать что-то им не хватает сам не знаю чего не хватает на больших мешках было все хорошо на этих маленьких пошло как то непонятно что им надо тут какие-то мелочи повылазило и вот на этом все вроде закончилось на больших мешках они росли просто вот обыкновенно как навешал как вешенку делали вот росли огромнейшие там такие сростки красивые вот и грибов много было а тут такое не знаю что что мы с этим будем делать вот ну а шей таки довольно таки красиво здесь выглядит вот такие напоминает вот эти такие грибы как что-то из алисов зазеркали вот такая ну просто красотища ну что ж ты тут скажешь еще одна партия сейчас шей таки на созревании но сделаны совсем недавно буквально дней 10 назад то есть у них еще все впереди там хорошо они зарастают я позыть позиционирую грибы понятно таких количествах небольших там потребителя трудно приучить и найти каким грибам я это все позиционирую как грибные вазоны вот такой вот значок можно поставить себе на подоконнике ну и просто порадоваться вот такому результат это же конечно это просто красота относительно сбора грибов вот я всегда говорю есть простой признак вот здесь вот эти можно уже собирать еще немножко подержу сейчас оставлю свет здесь пусть посветит может они чуть темнее сделаются такие белесые вот если шапочка видите она завернутый край когда она равняется делается острый это означает что фактически грибы уже выбросят споры начну спороносить а вот здесь вот это явный признак растущих еще грибов шапки завернут здесь завернут вот здесь уже самое завернут вниз внутрь то есть эти грибы еще растут также можно наблюдать вот какие выросли когда на шапке опять растет гриб но это признак избыточной влажности по скажем так результат у нас есть не особо мы будем заморачиваться там каких-то высоких материях это когда ну доделаем это помещение поставим наверное какие-то измерители регуляторы и все остальное тут множество совсем маленькие три на три и на два высота но если взять стеллажи под шеи так и нам будет более чем достаточно для того чтобы сушить и иметь эти грибы в достаточном количестве там для себя для чая для приготовления сушеные в супе это просто они напоминают ветчину для тех кто значит практикует вегетарианство то это незаменимый гриб если его правильно высушить то супе напоминает будто мясо ветчины такой волокнистая человек который не знает он уже даже не догадаться что на самом деле это не мясо просто ши таки ну и также царские салаты из ши таки это салат с помидорами просто крупно нарезать вот ши таки сырые помидоры и обязательно твердый сыр тоже кубиками все должно быть чтобы каждый продукт отдельно ощущался вот в этом салате я его называют царским потому что он на белом фоне вот эти красные или желтые помидоры она выглядит как царская мантия бесподобная просто штука и самое полезное вообще что можно сделать из грибов ши таки это употребление их сыром виде самый хороший самый большой и положительный лечебный эффект получается если их употреблять сыром виде о лечебных свойствах я тут не буду ничего рассказывать там множество есть публикаций в интернете и разных институтов исследования и так дальше то если вам это интересно можете поискать там значит поинтересоваться почитать помещение вот как я вижу ни одного слизня нигде нету я просто отношусь к этому всего обработка стен бизоформином с добавлением большого количества соли полностью просто все помещение потолки и стену пол и особенно обработка вокруг отверстий делать есть там вентиляции окна двери вот там хорошо нужно проработать и попадание сюда слизней просто исключено вот здесь чистенько ни одного ни одного на стенах абсолютно странно даже тут ничего нету относительно вреда к грибов это абсолютно никакого не представляет потому что стены были обработаны помещение проветрено вот тут открыта вентиляция здесь не замкнутое пространство здесь хорошо проветривается здесь не слышно никакого постороннего запаха кроме вот запаха редиски именно самих грибов шиитаки и с этим никаких проблем нету самый субстрат с большим количеством добавления дубовых буковых опилок там почти можно сказать на процентов 50 состоит из древесины относительно полезности там не полезности грибов то рассказывает что искусственные грибы там у них нет лечебных свойств как же нету если там 50 процентов древесины и два месяца сами грибы перерабатывали все то что находится в этом блоке только через два месяца когда все переработано под свои нужды грибы начинают образовывать плодовые тела лучше и так пока они ферментами все не переели вот эту древесину не переделали они грибом не образуют поэтому относительно разницы природных и искусственных вот эти грибы вообще нет абсолютно никакой более что в наших широтах температурных вырастить их на улице почти нереально их климатические потребности и наши климатические условия пока не совпадают учитывая современное потепление климата но где-то лет еще через десять скорее всего что они будут расти уже в наших широтах как китае как японии а у нас пока выращиваем их таких вот подвальчиков и на этом пока все видео немножко так затянулось вроде так все сказал дальнейшем будем делать здесь полки стеллажи и об этом все будем рассказывать показывать сентября начинается сезон сейчас лето у нас лето обычно для грибоводов это такой период отдыха а в сентября начинается новый сезон новые цели и новые свершения новые победы так что до встречи на канале фанима шумску я макс селлер всего вам наилучше